всеми со своим павел мясник бать нахожусь в армии в камазе все как обычно заебись улица с 2 часа ночи сижу в наряде работаю гсм щекам заправляю всю технику в том числе и тот камаз которым я сижу в общем все заебись тут вы можете видеть хотя нихуя вы наверно не увидите парк и прочую хуйню то что сейчас светится фонарь меня с территории боевого дежурства очень хорошо видно так что я нормально устроился могу сейчас телефоне посидеть музыку послушать ну соответственно видео записать сегодня нет уже 17 июля 2 часа ночи завтра вставать 6 утра на заправку опять техника выезжает в майкоп за плитами сейчас я сижу в нашем новом парке куда и свозятся плиты к сожалению их наверно только днем можно показать ночью нихрена не видно ну в общем с майкопа у нас штук 10 машин которые заправляю вывозят и привозят плиты но я езжу на урале 4320 с камазовским двигателем 740 разъебаны он уже конечно это пиздец ну скоро в копьяр отправляется туда ему и дорога нахуй он здесь нужен правильно чем здесь меньше техники тем меньше для меня работы мне осталось 4 месяца дома скоро начнутся снова летсплей щеки да не знаю ждет и кто-нибудь не ждет как-то все равно хотите ждите хотите нет но они будут нежданно негаданно это вообще пиздец часть у нас не особо большая маленькая даже я бы сказал техники достаточно много и буки и хируки гусеницы всякие трактора короче мы не пво а какой-то строй бат столбы колючую проволоку натягиваем свариваем перевариваем чиним не чиним все делаем что угодно траву щипаем деревья выращиваем это я уже деле про деревья конечно загнул но вот когда приезжал генерал с проверкой мы например вскапывали землю чтобы там не росла трава а перед этим мы туда завозили песок чтобы она красиво как-то было потом это все вскапывали ну короче долбоебизм как только я попал в роту я состою в роте материального обеспечения как только туда попал у меня еще офисная форма одежда была не успели переодеть 50 литровые бочки мы даже показать не могу откуда в общем с территории чипка примерно до нашего склада не того который до этого был мужа три наши зоны сменили наверное метров 500 будет 50 литров воды четыре раза туда обратно нормально да в офисной форме грязные блять ёбаный рот как я потом заебался от стирать сейчас я от солярки отстирываюсь если вы посидели рядом со мной думали что где-то стоит бочка с соляркой но это как бы не так на неудобно мне в объектив смотреть уже фонарь этот ёбаный светится сейчас спать надо еще палатку зашивать заставили нахуй бы она мне всралась конечно но ничего не поделаешь на армия сейчас тут два трала стоит которые способны по четыре плиты по 5 тонн вывозить то есть 20 тонн загружается и в камаз обычно который я сижу и другие шоссейники в них по две плиты но там не пять пять с половиной но все равно 11 тонн это у него перегруз получается тут ничего не поделаешь небо гремит только дождь прошел можно уебаться спать проверки никакой не будет но кто в этот парк пойдет такое-то временное в армии можно и подохнуть сумяка на быстро форму стирать я уже две недели в наряде нормально так устроился ни на одно построение не хожу с утра работаю на бензовозе на урале езжу по всей территории а вечером отдыхаю в камазе сплю ну и быстро конечно хожу стираться купаться понятное дело но ни на одно построение не появляюсь на завтрак я иду сам на обед сам на ужин тоже когда строя нету захожу без очереди нормально на подъеме флага меня нету на спуске флага тоже нет на четырехчасовом нарядном так сказать построение к она зачат весь наряд меня соответственно нету и нигде меня нету сижу хожу по всей части и гуляю под конец службы нормально устроился на поскорее бы уже вернуться но четыре месяца это не срок жизненный урок да сейчас еще на два месяца все в копиар съебутся даже на два с половиной когда все вернутся это месяц останется и сейчас такой рассос когда все в анапах там в авто на втухаевке то дальше я даже не представляю часть рухнет на у меня работы меньше будет соответственно мне остается только бд заправлять и пару машин вот и все конечно ракурс какой-то дохуёвый по моему так хуже видно да этот фонарь да по-моему у меня глаза заспаны надо бы поспать да две недели в нарядь тоже неплохо можете тоже рассказать как у вас служба проходит принципе и мне будет интересно почитать посмотреть курю филипп морис с арбузной кнопкой это хрень на самом деле меня уже от этого арбуза на скорость сердца арбузовым станет или арбузным то неважно мне что-то мне хуёво от этих сигарет кнопки они вообще сами по себе как бы вредные будем в камазе даже не сообщать какой части нахожусь это еще вычислят по видео много планов конечно нужно до проходить санитаров подземелий разаново начну но есть еще и поважнее этого конечно дела в универе восстановиться продолжить обучение искать работу и так далее по-моему у каждого свои проблемы есть что на гражданке что здесь от них никуда не деться все сводится к тому чтобы заработать денег это уже лирика тихо спокойно тут зайцы бегают зачем они здесь делают на это же дежурят охранять помогают пивка не хватает конечно можно было выпить но нельзя так что скучно немного то видео запишу потом буду вспоминать как я здесь сидел 16 июля надо будет еще вам свой урал показать но тоже будет раскрытие государственной тайны какое там раскрытие 1600 человек или ты не 1400 да какое там раскрытие может быть этот кола есть во фляжку набрал все заебись печеньки неплохо устроился груши яблоки хавы рабочие угощают гражданские люди и группам пора спать через три часа вставать дела делать до вечера потом то хотя в принципе еще выспаться успею думаю интересно как слышно и как бы пробная версия видео последний раз я помню такое видео в кореновске снимал размышления жизни мне вообще по сути можно и больше чего-нибудь рассказать да про армию как на девятку собирался это вообще пиздец выкинули у меня новый жилет а я говорил не надо было мне уложить а дед говорил так нормально будешь бриться до сих пор мылом бреюсь зубную пасту суки новую выкинули мы вообще пригодная вещь она как и стиральный порошок покрошить его нормально измельчить тот же самый стиральный порошок хуже школа выживания форму юбичную выдали летнюю которая уже копья прошла ну все попиздили попродавали зимние берцы у меня новые были три раза всего надевал один хуй ушли на распродажу дембель уходил у меня берцы порвались я в него не брал тогда думал в этих уже дохожу один хуй сказали нужны берцы я в двух парадах участвовал на 21 апреля на 9 мая 21 это там день независимости казачьих войск что такое ли реформации а 9 мая ну понятно день победы когда мне уже берцы нужны были у другого дембеля их брал чтобы поносить но потом пришлось у старшины покупать за 500 рублей дембельские берцы другого пацана ну почти не работало но сохранились отлично но факт потому что их мы бесплатно у него взять ничего не поделаешь никогда не идите в армию чисто зоопарк цирк для животных нахуй он нужен ну в принципе попробовать себя посмотреть что это такое пару раз пострелять с автомата остальное время работать с лопатой у меня уже лопаты кончились сейчас я перевожу по пять с половиной кубов топлива и в день у меня неплохо получается его опустошать на потом перекачки закачки там свой геморрой без допога есть же нормально ну а что по территории части почему бы и нет ладно думаю пора пока закругляться если что я на связи с вами был павел мясник до новых встреч и да пребудет свое мясо